Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Сеть дисконт-магазинов Титан – это огромные ассортименты и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. Титан 45 07 07. Сразу двух пьяных водителей с одной машины задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля в Бересниках. И если первый водитель Приоры вел себя прилично, то второй показал образец хамского поведения. Дрался, ругался матом и гордился своими связями в силовых структурах. Парадоксально, но именно Буян оказался действующим прапорщиком УФСИН. По словам очевидцев, он работал в одном из СИЗО, что теперь грозит обоим задержанным, узнавал наш корреспондент Сергей Пичугин. Общественники и сотрудники ДПС заметили ладу Приора, водитель которой забыл включить дневные ходовые огни. При общении с нарушителем выяснилось, что его нужно оформлять под другой статьей – пьяное вождение. За водителя Алексея отвечала пассажирка Татьяна. По ее словам, Алексей недавно купил машину. Есть даже договор купли-продажи. Как выяснилось, Алексей слукавил. Машина принадлежит пассажиру авто Михаилу Шелепову. Он блеснул своим знанием званий в полиции и намекнул, что он тоже кое-кто с погонами. Водителю предложили пройти тест на алкоголь. Задержанный уехал в наркодиспансер, а супруги Шелеповы остались у машины. Сотрудники ДПС на всякий случай предупредили их, что за руль в таком состоянии лучше не садиться. Идти пешком до дома, зная, что машину скоро эвакуируют, прапорщики Татьяна не стали. Через полчаса они поехали, да так быстро, что активисты ночного патруля за ними не успевали. Скорость была около сотни километров в час. Вскоре инспекторы в очередной раз попытались остановить эту же Приору. Прапорщик Шелепов оказался весьма упрямым и поначалу не хотел выходить из авто. Тем временем Татьяна звонила первому пьяному водителю Алексею. Тот готовился к экспертизе у врача. Михаил предъявил документы и выяснилось, что он госслужащий. Поведение прапорщика внутренней службы УФСИН Шелепова удивило всех. Он не только ездил за рулем в пьяном угаре, но еще и выражался бранью. Далее Шелепов перешел на оскорбление и хотел нанести побои собеседнику. Михаил, в отличие от Алексея, согласился пройти экспертизу на месте. От результата теста понятые едва не потеряли дар речи. Сейчас обоим пьяным водителям грозит наказание. Лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей. Машина все-таки уехала на штрафстоянку. Впрочем, последствия пьяного вождения у прапорщика Шелепова могут оказаться куда плачевнее. Он наверняка лишится работы в службе исполнения наказания. Неизвестно только когда. По словам очевидцев, главному кормильцу семьи Михаилу осталось прослужить до пенсии всего почти три месяца. Сергей Пичугин, место происшествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова